Добрый день дорогие друзья! Сейчас мы живем в такое время, когда один из главных вопросов, который беспокоит украинцев, является вопросом мобилизации. Почти каждый день я на своем телеграм-канале выставляю видео, как беспредельничают сотрудники ТЦК, а иногда я даже выставляю по несколько видео в день. И конечно эти видео очень живо вам обсуждаются. Кстати, кто еще не подписался на мой телеграм, обязательно подпишитесь. Ссылка находится внизу в описании под этим видео. Так вот, все мы были удивлены тем, как нагло и беспредельно ведут себя сотрудники ТЦК по отношению к нашим мужчинам. Мы уже не удивляемся, когда поймав на улице очередную жертву в виде мужчины до 60 лет, ему заламывают руки, заталкивают в автобус и везут в военкомат для прохождения медкомиссии. И при этом сразу отбирают мобильные телефоны, чтобы он не смог родным позвонить. Мое личное мнение, сотрудникам ТЦК, высшестоящим руководством, было дано добро на такие действия. Есть море случаев, когда сотрудники ТЦК не просто превышают свои полномочия, они в буквальном смысле слова применяют жесткую физическую силу. При этом они нападают четвером, а то и пятером на одного. И хотя потом в прессе появляется сообщение, что по отношению к данным сотрудникам, которые превысили свои полномочия, будет проведено служебное расследование, ни одного из них еще официально не наказали. А это говорит лишь об одном. У нас не хватает людей для пополнения рядов нашей армии. И сейчас все чаще и чаще выступают наши военные и говорят о том, что эта проблема стоит очень остро. Даже говорят о том, что эта проблема стоит острее, чем нехватка вооружения и боеприпасов. И поэтому сейчас уже никого не удивляет, на какие уловки идут сотрудники ТЦК, чтобы поймать очередную жертву, если так можно сказать. Так вот, если раньше они останавливали и проверяли легковые машины, устраивали облавы на улицах городов, то в последнее время они начали действовать более решительно. К примеру, в городах и районных центрах Киевской области они устраивают облавы на железнодорожных вокзалах, когда люди, работающие в Киеве, идут на первые утренние электрички. Прямо возле перрона они хватают мужчин, ведут их в приготовленный заранее автобус и везут в военкомат для прохождения медкомиссии. И если ты годен, то родные тебя уже не увидят. Дальше ты уже попадаешь напрямиком в воинскую часть. То же самое происходит и в маршрутных автобусах. Их останавливают, высаживают мужчин в заранее приготовленный автобус и увозят на медкомиссию. И, конечно, такие действия у простых украинцев вызывают возмущение, поскольку, как я уже говорил, сотрудники ТЦК зачастую превышают свои полномочия и применяют грубую физическую силу. И вот в прошлую пятницу президент Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом заявил, что на этой неделе в Украине будет представлен новый комплексный план по мобилизации. По словам Зеленского, ему по этой теме докладывал главком ВСУ Валерий Залужный и заверил, что на этой неделе план будет представлен. С чем все это связано? А с тем, что после нашумевшего увольнения военкомов произошел провал мобилизации. Вот, пожалуйста, послушайте, какая невеселая ситуация по выполнению плана мобилизации сложилась в городе Сумы. На жаль, за последние три месяца место Сумы провалили план поставки мобилизацийных ресурсов для Збройных сил с метою защиты нашей страны и нашего народа. Всего 8% подали висковозобовязанных. Это из места Сумы. Это предприемства, установы, которые имеют мобилизационные завдания и не выполнили план. Есть много прорахунков в громадах. Пещане, Битице, Великая Черничина, Стецківка, где нет ни облика висковозобовязанных, незадовольна работа сих старостатей. То есть, за последние три месяца план по мобилизации город Сумы выполнил всего на 8%. Согласитесь, это ведь полный провал. И поэтому проблема мобилизации сейчас стоит даже острее, чем нехватка снарядов. Именно об этом недавно заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Он считает, что сейчас сложилась такая ситуация, на которую нужно быстро влиять, иначе у Украины будут большие проблемы. Он считает, что нужны непопулярные решения политического руководства страны. И в частности, уменьшение возраста для мобилизации. Если вспомнить, то ранее мы уже слышали подобное заявление от наших военных, а также от народного депутата Безулой. И вот сенсационное заявление позавчера сделал все тот же секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко. Он заявил, что до конца года работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Если ранее документы могли проверять только сотрудники полиции, то теперь это смогут делать напрямую сотрудники ТЦК. Также они смогут вести аудио- и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице. Однако сейчас в социальных сетях появляется очень много роликов, где наши военные рассказывают о том, что в последнее время увеличилось количество военных, которые, находясь уже в части, отказываются выполнять боевое задание. То есть, по сути дела, не хотят воевать. И причина здесь одна, они боятся умереть. И что самое интересное, это, как правило, те, кого с применением силы доставляли военкоматы, сотрудники ТЦК. Также увеличилось количество дезертиров. В общем, с наполнением личного состава у наших вооруженных сил действительно возникли большие проблемы. Естественно, все это вызывает обеспокоенность у высшего военного руководства страны, потому что у России такой проблемы не существует. Нам сейчас рассказывают, что в случае победы Владимира Путина на президентских выборах, которые должны состояться в марте следующего года, он сразу объявит дополнительную мобилизацию. И численность российской армии сразу в разы возрастет. Но я тут слушал речь известного российского предпринимателя Чичваркина. И он рассказал довольно интересную вещь. Оказывается, у россиян никогда не будет проблем с мобилизацией. Никогда. Потому что там желающих воевать хоть пруд пруди. И привел пример. Оказывается, когда ты изъявляешь желание идти воевать, то сразу же подписываешь контракт. И согласно этого контракта сразу же наперед получаешь 7 тысяч долларов. А по словам Чичваркина, для жителей Сибири и Дальнего Востока это довольно внушительная сумма. А поэтому, повторюсь, желающих идти воевать там хоть отбавляй. А вот по поводу нашей мобилизации интересную точку зрения высказал ветеран АТО, он же изготовитель военной техники Мартин Брест. Мобилизация хочется завершить критику я предлагаю. Какое решение есть? Я не знаю, какое решение. Я не главком, не президент, не секретарь РНБО, я не знаю, какое решение. Интересная точка зрения, правда? А что вы думаете, друзья, по этому поводу? Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, а теперь я хочу вкратце остановиться на том посту, который себя в фейсбуке выложила все та же народный депутат Марьяна Безулая. Я уже давно заметил, что когда нашей верхушке власти нужно бросить камень в чей-то огород, всегда для этого используют эту безумную. Так вот, она в своем посту по сути дела обвинила Валерия Залужного в том, что у него нет плана военных действий на 2024 год. Она сказала о том, что не было никакого планирования, никто ничего не считал, никто не знал, сколько будет стоить доукомплектования старой бригады, никто не считал, сколько будет стоить создание новой бригады, никто не считал, сколько нужно закладывать средств под ротацию и не демобилизацию. На 2024 год вообще не заложены деньги на закупку турникетов. И в конце она сказала следующее, если военное руководство не может предоставить никакого плана до 2024 год, а все их предложения касательно мобилизации сводятся только к тому, что нужно больше людей для фронта, то такое руководство вооруженных сил Украины должно уйти. Лично для меня здесь все понятно. Безуглая в политике никогда не была самостоятельным игроком. Ей сказали в администрации президента скажешь вот это. Она говорит есть и бежит выполнять. В общем, все это говорит только об одном. Конфликт между Зеленским и Залужным никуда не делся. Он просто до поры до времени находится в скрытом состоянии. Но об этом мы с вами обязательно поговорим уже в следующих видео. И также мы обязательно поговорим о том заявлении, которое позавчера сделал Давид Рахами. Напомню, он по сути дела заявил, что в 2022 году Украина в обмен на отказ на вступление в НАТО могла заключить мирное соглашение с Россией. Но приехал Борис Джонсон и сказал «Ребята, надо воевать». Ну вот как-то так. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Мне всегда интересно знать ваше мнение. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч.